Вечер на Думской. Продолжаем работу в прямом эфире. Поговорим о лечении сосудистых заболеваний в медицинском доме Одракс. Пообщаемся с сосудистым хирургом высшей категории, микрохирургом, заведующим хирургическим отделением медицинского дома Одракс Александр Смирнов на студии. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Ну давайте поговорим о этом вопросе. Начнем наверняка с тех моментов, которые витают в обществе. Общество приняло как стереотипы, а возможно оно и право. Говорят, что когда происходит закупорка кровеносных сосудов, то это очень вредно. Что это может повлечь за собой какие-то сложные заболевания или вообще осложнения очень быстро придут. Что вы об этом думаете? Во-первых, стоит разделить закупорку сосудов в венозном русле и в артериальном. Это совершенно различные заболевания, которые по-разному лечатся, по-разному проявляются и требуют или мгновенной быстрой помощи, или возможно какое-то ожидание. Я думаю, в вашем вопросе больше содержится информация и того, чтобы вы хотели узнать по сосудам венозным. Потому что чаще всего в народе говорят, что тромб оторвался, тромб лопнул и так далее. Это не всегда истинная терминология. Но это больше всего пугает людей. Да, безусловно, это важно и нужно об этом знать и говорить, как это предотвратить. Потому что когда это произошло, уже остаются там считанные минуты или часы до того, как медики окажут помощь. И вот венозный тромбоз, венозный тромбоэмболизм, то есть попадание тромбов из периферического русла в центральный кровоток, застревание их в сосудах легких и сопровождаются тяжелыми последствиями. То есть действительно проблема острая. К сожалению, очень много людей гибнет. Внезапная смерть чаще всего, особенно в молодом возрасте, связана именно с такими событиями. А у людей молодого возраста с чем все-таки связано? Варикозная болезнь, да. Прежде всего, это расширение вен в области ног, в области таза, это у женщин бывает, что реже. Или травмы, которые приводят к постепенному незаметному образованию тромбов. И задача врачей выявить это на раннем этапе, предпринять меры. То есть даже если тромб в ноге, например, это все может закончиться летальным исходом? Да, вены ног напрямую, особенно глубокие вены, связаны с центральными сосудами в легких. Тромб, который только образовался, свежий, он не прикреплен к стенкам сосуда, легко может оторваться и попасть стоком крови, как кровь идет от ног наверх, через брюшную полость, грудную клетку. И проходит через правые отделы сердца, попадает в легкие. Вот тут наступают изменения. Смотрите, пожалуйста, а не имеет значения, да, где образуется тромб? В ногах, в руках или в других конечностях? Это также всегда опасно? Или только ноги имеют? Действительно, ноги – это наиболее частая причина в рикозной расширении вены, тромбоз в этой зоне. Но, конечно же, здесь задействованы любые части тела, потому что, в принципе, мы так устроены, что венозная система несет использованную кровь от органов через сердце в легкие. И действительно, источником тромбов могут быть и верхние конечности, область брюшной полости. То есть, существует определенный процент того или другого состояния, но превалирует все-таки проблема с ногами. Так как эти наши части тела, нижние конечности, находятся в невыгодном для гемодинамики состоянии. То есть, они ниже уровня грудной клетки, им приходится, крови приходится преодолевать силу притяжения земли, чтобы подняться наверх. И во многих случаях для проведения крови от нижних конечностей наверх к сердцу требуется достаточно много усилий. Различные механизмы включаются в создание этого потока снизу вверх. И вот когда эти механизмы не действуют, возникают проблемы. Это различные ситуации, связанные с нагрузками на ноги, с отсутствием достаточного количества жидкости в организме, сгущения крови. Застоем крови в варикозно расширенных венах. Резкие внезапные прыжки, скачки, рывки. Это может быть в некоторых видах спорта или на работе. То есть, в спорт тоже выходит опасен? Нет, я так не говорю. Вообще, мы живем в мире опасностей, конечно, но не настолько, чтобы этого бояться. Мы сейчас говорим о рисках, которые мы можем уменьшить. Благодаря небольшим изменениям мы можем уменьшить опасность. Давайте тогда поговорим о том, как предупреждать появление тромбообразования. Я думаю, прежде всего, и так советую своим пациентам, чтобы это был активный образ жизни. Спорт. В том числе спорт, но не все его виды, к сожалению. Например, тяжеловесные виды спорта. Занятие в тренажерном зале с большими весами создает повышенное давление в брюшной полости, которое препятствует нормальному движению крови снизу вверх. А если при этом еще клапаны вен повреждены, то есть не создают подпора для возврата этой крови обратно в ноги, то есть несостоятельность клапанов, то створки не сжимаются, и кровь проходит по этим венам вниз в ноги, создает повышенное венозное давление, застой. И хроническая такая ситуация повторяется изо дня в день и приводит к разрушению венозной стенки. В этих условиях тромб образуется легче. Конечно, не у всех спортсменов далеко. На помощь могут прийти некоторые нюансы, моменты. Например, статические нагрузки в зале, где любитель или профессионал занимается, и действительно это нужно и важно, нужно чередовать с динамичными нагрузками. Например, беговая дорожка, занятие упражнениями лежа на спине с приподнятыми ногами. То есть правильная организация процесса тренировок устранит эти недостатки. По поводу спорта, давайте поговорим о велосипедном спорте. Если это хобби, просто прокатиться раз в неделю, это одно. Но если это регулярные занятия на велосипеде, это может быть вредно? Или наоборот, это можно относить к положительным моментам при вопросах предотвращения? — Единодушного мнения среди врачей нет на этот счет. Но я отношу себя к тем врачам, которые считают велосипедный спорт и вообще велосипед полезным. Для вен, ног в частности. Например, в этот момент, когда человек едет на велосипеде или работает на тренажере велосипедном, включаются все группы мышц, которые в области голени и бедра помогают поднимать кровь наверх. И при правильно работающих клапанах венозных этот процесс ускоряется. Мало того, что человек получает удовольствие от нагрузки, от езды, от общения, работают и правильно работают его сосуды на ногах венозные. Это устраняет риски. Но если представить себе спортсмена, который испытывает большую нагрузку в каких-то марафонских заездах или на дальние дистанции, то, конечно, там уже речь не идет, может быть, о здоровье и профилактике тромбоза. Там другие задачи ставит перед собой человек. И в таких случаях мы предлагаем пройти обследование, уточнить состоятельность клапанов и тех вен, которые должны выполнить свою работу гладко. Поэтому, в принципе, спортивное занятие на велосипеде и велосипедной любительская езда без проблем. По поводу убеждений, давайте продолжим. С велосипедом разобрались. Авиаперелеты, поднятие воздуха, другое давление. Ну и, возможно, туда же отнесем и погружение под воду, дайвинг. И это может вредить сосудам? Да, это еще один частый вариант риска, в котором подвергаются и жители нашего города, и, в общем, люди планеты. Насколько я знаю, постоянно в воздухе находятся сейчас при развитии авиационной техники около миллиона человек. То есть все они находятся в состоянии повышенного риска, особенно те, кто страдает исходными нарушениями венозного оттока. Таким образом, что, как вы правильно упомянули, и изменение давления, вибрация, которые испытывает человек, находясь на борту самолета, или, скажем, длительная поездка на машине, на автобусе. Плюс вынужденное положение сидя, которое зачастую требует от человека постоянного сидения, там, несколько часов. Вот этот вот застой, отсутствие нагрузки на мышцы ног и вызывает образование тромбов при определенных условиях. Например, человек не пил воду перед полетом, чтобы не ходить в туалет лишний раз. Сгущение крови постепенно наступает. И плюс те факторы, которые мы упомянули. Потом он дернул чемодан, где-то неловко спрыгнул, и наступила небольшая легкая травма сосудистой стенки в межмышечных венах. И это часто является пусковым моментом к тому, чтобы образовался тромб и дальше. Особенно трансконтинентальные дальние перелеты способствуют такому развитию событий. Из того, что я сказал, можно сделать и выводы. То есть нужно пить воду, нужно двигаться, если есть возможность, ходить по салону. А иногда это просто движение стопами. Движения круговые, вперед-назад стопой. В течение полета я регулярно делаю это сам. Позволяют снять напряжение венозное, которое присутствует в ногах. Плюс лечебный трикотаж. То есть лечебные вольфы или чулки. Это что-то, что нужно по предписанию доктора покупать, носить, что это? Да, безусловно. И слово лечебный требует, конечно же, подбора вместе с врачом. Существует трикотаж разных видов, разных типов, классов. Это первый, второй, третий классы, которые распределяются примерно так. Первый класс компрессии самый легкий по давлению. Он позволяет выбирать трикотаж самому, носить его без опаски, что он навредит вам. И, в принципе, продается активно даже в обычных магазинах и во многих аэропортах. Надо отдать должное. Во многих странах это уже осознали и предлагают будущим или состоявшимся путешественникам одеть гольфы. Второй класс компрессии требуется пациентам, уже пациентам, с имеющейся варикозной болезнью, с отеками на ногах, у которых есть явная опасность проблемы. Их это изделие подбирает врач при осмотре, проведении исследования сосудов на дуплексном сканировании, то есть на УЗИ. И объясняет, как правильно одевать, когда носить. Ведь нет необходимости ходить в трикотаже постоянно и всем. То есть это отдельные моменты жизни и отдельные категории людей. А третий класс компрессии это уже тем более выраженная плотная компрессия, которая требуется при особых тяжелых состояниях болезни сосудов. Так вот, в чем секрет лечебного трикотажа? Да, давление, которое создает лечебный чулок на ногу, отличается от обычных чулочных изделий. В нижней части голени более плотное давление, более сильное. В средней части голени слабее. И к окончанию гольфа, мы говорим сейчас о гольфах, как изделия для путешествий, в верхней части гольф почти не давит. Таким образом, кровь, опускаясь в ногу, стремясь туда попасть, она быстро покидает область мышц и покровных тканей и не задерживается. Таким образом, устраняются и отеки, и жалобы, которые способствуют. Беременные, в частности, им тоже нужно пользоваться или тоже по предписанию доктора? Вот не всем же беременным и не у всех беременных есть варикоз. Думаю, что здесь стереотип, работает стереотип, что здесь нужен доктор. Конечно, нужен, безусловно. И обследование беременных женщин, да и в нашей клинике проходят постоянно, и в других больницах. Грамотный гинеколог обязательно направит беременную женщину в раннем сроке, чтобы она получила инструкции от сосудистого хирурга. И в позднем сроке перед родами еще раз контроль, нет ли тромбов. Ну, безусловно, если это симптомы, боль, отек, покраснение на ноге требуют быстрого обращения. Если говорить о здоровой женщине, которая ждет ребенка, то трикотаж ей абсолютно показан. Доктор выбирает только класс компрессии и предлагает носить его с утра до вечера. А как раз об этом и был вопрос. Вопрос регулярности использования этих трикотажных одежд. То есть он может быть использован в течение всего дня и только вечером снимать его, да? Да. Но я предпочитаю не назначать так всем и подряд, потому что во многих случаях это вызовет негативную обратную реакцию пациента. Это достаточно плотное изделие, его иногда трудно одеть, особенно людям с ограниченными возможностями. Поэтому стоит в каждом конкретном случае разобраться, когда стоит одевать, когда нет. Например, занятие в спортзале, велосипед тот же самый, не требует одевания трикотажа. Лечебный трикотаж нужен после операции, например, пациентам на конкретный какой-то срок. Или, как мы уже упоминали, перелет, переезд, ныряние с эквалангом, конечно, исключает, я не коснулся этой темы, но если надо будет, раскрою. Там несколько другие механизмы работают. Трудный день, тяжелая работа, дальняя поездка. Это все требует от пациента или от человека задуматься, не нужно ли ему в этот момент защитить свои ноги от тромбов. Возвращаясь все-таки к беременным, мы закроем эту тему. Варикоз есть не у каждой беременной, соответственно. И у тех, у кого есть, он после беременности проходит или не всегда? Очень часто мы сталкиваемся с тем, что проявление варикозной болезни у беременной женщины во многом проходит или исчезает совсем. Даже сегодня на консультациях у меня было несколько женщин, которые засомневались в здоровье своих вен, но совершенно зря, имея нескольких детей, у них вены совершенно здоровые. Но дело в том, что мы не знаем, как угадать на раннем сроке у первородящей женщины, что ей предстоит, какие изменения возникнут с венами. Поэтому во всех странах, развитых странах, принято рекомендовать женщинам носить лечебный трикотаж. Это гольфы, чулки или колготы для беременных в течение всего периода беременности. Независимо от времени года. Даже на ранних, когда, казалось бы, ничто никуда не давит. Это обманчивое впечатление. Дело в том, что изменения в венах при беременности происходят не из-за того, что матка давит на вены. Или ребенок слишком большой, или там двойня. Происходят гормональные изменения в организме с первых недель беременности, которые требуют расширения сосудов в области таза. Это природный процесс, который идет сам собой и предполагает хорошее кровоснабжение ребенка, питание для ребенка. Но под действие этих гормонов у некоторых женщин попадают вены ног. И поэтому большинство женщин, которые испытали варикоз, скажут, что они почувствовали проблемы уже в начале, в первом триместре. И не надо ждать, когда ребенок подрастет. Трикотаж с самого начала уменьшит проблему, снимет нагрузку, даст возможность уберечь женщину от тромбоза. Существует также мнение, что сосуды время от времени нужно чистить. Что вы по этому поводу думаете, как это происходит, чистят ли их вообще и надо ли их чистить? Очень хороший вопрос. Действительно, большинство женщин и мужчин, обычно пожилого возраста, просят назначить им чистку сосудов. Приходится разъяснять, что это бытовое понятие. К медицине оно имеет очень косвенное отношение. Действительно, у нас сосуды могут, так в кавычках, замусориваться. Это больше относится к артериальным сосудам, по которым кровь идет от сердца к тканям. И на стенках артерии возникают бляшки, неровности, которые замедляют или затрудняют кровоток. С венами чуть проще, они очень долго остаются гладкими и хорошо проходимыми. Так вот, чистка сосудов, мы не используем между собой, между врачами такой термин, а назначаем лечение в зависимости от заболевания. И, к сожалению, так думают не все медицинские работники и назначают пациентам капельницы, капельницы и капельницы. Я сторонник минимального подхода в медикаментозном лечении к пациентам. Ну, расскажите, пожалуйста, как можно, например, в медицинском центре Одрекс, как можно без операции восстановить сосуды? Если есть у человека ощущение, что им нужна поддержка и помощь сосудам своим. Да, прежде всего, это обследование. Нельзя определить полностью состояние сосудов при осмотре или при тщательной беседе. В медицинском доме Одрекс мы назначаем и дуплексное сканирование, лабораторное исследование. При необходимости или обнаружении серьезных проблем это исследование с контрастом. Контрастное вещество вводится в артерию или в вену, и нужный участок, бассейн сосудистый, обследуется досконально. Это компьютерная томография или прямая ангиография. Но большинству пациентов достаточно сделать такой скрининговый метод, как УЗИ. Правильно, в нашей стране принято называть это дуплексное сканирование. Метод безопасный, достаточно доступный и позволяет увидеть большинство артерий и вен. Когда мы находим изменения, уже в зависимости от результата этого поиска, мы определяем, нужно ли пациенту что-либо чистить, или это будут таблетированные препараты, или уже пора переходить на уколы или капельницы. Хирургическое вмешательство. Хирургическое, безусловно. Скажите, вот при хирургическом вмешательстве, если идет удаление проблемной части сосудов, вены, есть тоже такое мнение, что вся нагрузка идет на остальные вены, и вот это тоже тяжело. Я сужу вопрос немного, я понял, что речь идет о варикозной болезни. И действительно, у каждого второго пациента на приеме, который готовится к операции, приходится обсуждать эту тему. Когда мы работаем с варикозной болезнью и стараемся помочь пациенту хирургически, мы планируем убирать, заваривать или склеивать разные методики сосуды, которые уже не работают. Которые не только просто не работают, они еще создают обратный поток крови в ногу обратно вниз. Та кровь, которая должна была уйти по сосудам наверх и освежиться, пополнится кислородом и питательными веществами, она возвращается в ногу, создает там избыточное венозное давление, приводит к внешним признакам болезни, варикозному расширению и к нарушению питания тканей. Прощание с такими сосудами, любым способом, заваривание, удаление или склеивание, оно позволяет наладить работу вен. То есть я часто сравниваю эту ситуацию с тем, как бы из коллектива, где есть лодырь, тунеядец, дебошир и алкоголик, его надо уволить, этого человека, и всем станет легче. То есть неработающий член команды не должен быть в команде. И таким образом, казалось бы, убирая вены, но мы приводим к улучшению венозного оттока и налаживаем убирать виски. Бояться этого не стоит. Однозначно. Спасибо вам большое. Александр Смирнов, сосудистый хирург высшей категории, микрохирург, заведующий хирургическим отделением медицинского дома «Одракс». На новости прерываемся, позже вернемся и продолжим. Дождитесь. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова